Корреспондент телеканала Тверской проспект Наталья Чекет, а также еще четверо представителей СМИ Тверской области стали обладателями стипендий губернатора для молодых журналистов. Решение было принято на заседании Президиума регионального правительства, которое провел губернатор Игорь Руденя. Всего на конкурс было подано 100 работ. Основными критериями при выборе победителей стали актуальность темы информационного материала, соответствие формы подачи темы, эксклюзивность информации и доступность ее подачи. Здравствуйте, меня зовут Наталья Чекет. Сегодня съемочная группа Тверского проспекта работает в самом центре Твери. Вот уже почти три года корреспондент службы информации Тверского проспекта Наталья Чекет рассказывает жителям Верхневолжья о самых важных и интересных событиях Твери и области. Поездки муниципального образования региона, коммунальные и бытовые проблемы горожан, нововведения в региональном и федеральном законодательстве, культурные и спортивные события. Это и многое другое входит в сферу профессионального интереса Натальи. Работа корреспондента новостника — это постоянное движение и поиск актуальных тем, говорит журналист. А потому всегда нужно быть, что называется, в творческом тонусе. Важно всегда быть, во-первых, в курсе событий, всегда следить за тем, что происходит не только, например, в Тверской области, а в принципе в мире. Конечно же, это общение с людьми, потому что каждый день мы разговариваем с совершенно незнакомыми нам людьми, и поэтому надо ко всем найти подход. Ну и, конечно же, важно, чтобы был дружный коллектив, который всегда поможет, если что, подставит плечо. И с этим мне, конечно же, повезло. Впрочем, новостные сюжеты — далеко не всё, чем Наталья занимается на Тверском проспекте. Девушка также готовит дневные выпуски новостей, создаёт полюбившуюся многим зрителям нашего телеканала программу «Недетский вопрос». Словом, за годы работы в журналистике Наталья зарекомендовала себя как высококлассный и разноплановый специалист. Мы помним, как Наташа ещё сравнительно недавно пришла в наш олдинг со всем ещё юным журналистом, не оперившимся. И сейчас уже видим, что ей есть, что предложить нашей аудитории. И, конечно, тот продукт, который она делает, он очень актуальный всегда, очень современный, растёт мастерство подачи материала. Ну и плюс журналистика — это же не только вот эта работа, наша рутина. Журналистам притвориться нельзя, это ещё и очень хорошая школа жизни. И, конечно, Наташа растёт и как человек, и как профессионал. Профессиональные качества Натальи Чекет были отмечены и на региональном уровне. В начале этого года наша коллега вошла в число стипендиатов губернатора как молодой журналист. Всего на конкурс было подано 100 работ. Основными критериями при выборе победителей стали актуальность темы информационного материала, соответствие формы подачи и темы, эксклюзивность информации и доступность её подачи. Журналистика — это особая профессия с повышенной ответственностью, общественным значением и влиянием. Сегодня средства массовой информации являются одним из важнейших институтов развития общества. Перед рассмотрением на заседании президиума представленные работы обсудили члены конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители профессионального сообщества. Стипендия молодым журналистам будет выплачиваться в течение всего 2022 года ежемесячно.